Дорогие друзья, я прочитаю текст Священного Писания, которое записано в Книга Судей, 13 глава, 12 стих. «И сказал Маной, итак, если исполнится Слово Товое, как нам поступать с младенцем Сим и что делать с ним?» Дорогие друзья, братья и сестры, этот вопрос задал человек, у которого детей не было. И по тексту похоже так, что они уже долгое время ждали ребенка, но детей не было. И произошло так, что Ангел Господний явился жене и сказал, что у нее будет ребенок. Она в переживании приходит, рассказывает все мужу. И муж не просто радуется новости, хотя физиологически еще ничто не изменилось. А у него есть серьезные переживания, он говорит, почему ты ему вопросы не задала. И потом он молится и просит, чтобы этот человек, он не понимает до конца, что это Ангел Божий, ему все это не совсем все понятно, и он молится, чтобы Бог послал этого человека еще раз, чтобы задать ему вопросы. И его беспокоило два вопроса, которые он и задал. Он говорит, так, как нам поступать с младенцем Сим и что делать с ним? Невецкий перевод говорит, что он должен делать. Я понимаю так, что это не противоречие в Писании, а просто дополнение. Отец переживает, что делать с ним, а от того, как родители будут поступать с ним, ребенок будет знать, что он должен делать. Это прямая зависимость, прямая зависимость. Это не говорит о том, что ребенок всегда будет делать так, как отец говорит, но все-таки он будет знать, что он должен делать, что будет правильно. Я думаю, что может кто-то есть среди нас, кто задавался таким вопросом до того, как родился ребенок. Но я никогда не задавался этим вопросом до того, как родился ребенок. И обычно эти вопросы приходят тогда, когда детям может 10, 12, 15 лет. Тогда у родителей встают эти вопросы, а что с ним делать? Получается так, что понимания были такие, что вот так, вот так надо воспитать его. А то все, что понимал, все, что знал, не работает. И ребенок выбивается из рук, и родители часто вот в таком отчаянии, или у них встает этот вопрос, а что теперь делать? Это один из вопросов, который родители чаще всего задают служителям. Если мать или отец хотят побеседовать, уже съеживаешься, потому что понимаешь, сейчас будет задан вопрос обычно примерно этого характера. У меня сын, у меня дочь, такой возраст, вот такая ситуация, что мне делать? Посоветовать можно много, можно что-то сказать, можно что-то прочитать, но всегда стоит вопрос, будет ли это работать? Будет ли это срабатывать? Будет ли это так, как я говорю, или как я себе представляю? Часто молодые, допустим, задают старшим вопрос, смотрят, у кого-то благополучно получается воспитывать детей, и молодые хотят узнать опыт, как у вас получилось, что дети верующие, как у вас получилось, и обычно у тех, у которых благополучно все прошло, они даже сказать не могут, почему это так получилось. Почему? Потому что до конца все понять в нашей жизни мы не сможем. После того, когда меня рукоположили, мы сидели в круг молодых служителей, был старец в нашем кругу, который уже был опытный служитель, и кто-то из нас, я не помню даже кто, задал ему вопрос, поделитесь опытом. Вот у вас такой опыт служения, что вот самое важное, на что надо обращать внимание, чтобы не делать ошибок. Он говорит, самый великий опыт, когда ты знаешь, что ты ничего не знаешь. Ну я так сначала удивился, потом он начал немножко объяснять, и я с ним согласился. Оказывается, когда ты все знаешь, ты отрываешься от Бога, отрываешься от братьев, отрываешься от церкви, и становишься самостоятельным. А Богу самостоятельные люди, в общем-то, не нужны. Если кто-то думает, что он все может, кто-то думает, что он все может, то Бог скажет, если ты знаешь, то делай. А вот здесь мне нравится позиция этого отца. Он беспокоится, потому что не знает, что делать. Но с одной стороны, он понимает, что этот ребенок будет особенный ребенок. Ну долго ждали, теперь как желанный ребенок, и такое обетование, что он будет назареем Божьим, значит мужем Божьим будет, он будет творить Божьи дела, то это его повлекло, может, к этому рассуждению. Но я думаю, что в наших семьях нет детей, которые не были бы желанными, или о которых мы когда-нибудь бы допускали мысль, что это не будет детем Божьим. Я не думаю, что кто-то из верующих родителей вообще когда-то допускал мысль, что кто-то из моих детей в мир уйдет. Для нас, как родителей, как будто оно должно быть так. Должно быть так, что дети будут приходить в возраст, будут каяться, будут в церкви, и этой мысли даже не приходят. Но вот здесь есть вот эти глубокие переживания, которые имел этот отец, как поступать и что нам делать. Первую мысль, которую я хотел сегодня подчеркнуть. Вот это истинная зависимость от Бога. Дорогие друзья, без этой зависимости мы никогда не сможем воспитать детей. Мы никогда, никакие научные книги, никакие теории не срабатывают. Не срабатывают, срабатывает только то, когда мы вот такую капитуляцию занимаем и говорим, Господи, я не знаю, как правильно. Я не знаю, как правильно. Ну, у отцов обычно в юности, когда первый ребенок родился, второй ребенок, у них все понятно. Не слушается, дал и будет слушаться. Но приходят моменты, когда, может, один или другой получил и все равно не слушается. Но я где-то уже делился горьким опытом, что у моих двух, два года было ребенку. Он вечером заявил, что он не будет молиться. И у меня сразу в отцовская такая гордость. Раз, как так, ты не будешь молиться? Я сейчас тебе дам, и ты будешь молиться. Я два часа мучился, может быть, примерно так. И он не молился. И приходишь в тупик, почему? Двухлетний ребенок становится сильнее тебя, взрослого мужчины. Но потом пришлось все переосмыслить, что, оказывается, я добивался просто своего, а Богу такое не нужно. Богу нужны другие подходы, другие позиции. И когда я сдался и помолился Богу, то ребенок сказал, что он будет молиться. И произошло это очень быстро и без проблем, без трудностей. И тогда первый раз я столкнулся с вот этой мыслью, что, оказывается, в жизни не все так просто. Не просто дать, и все будет на месте. Дал, а на место не становится. Оказывается, есть другие принципы, другие законы, которые срабатывают по-другому. Я не говорю о том, что наказание не должно быть. Ни в коем случае. Наказание должно быть. И должно быть уместным. Должно быть на месте. Но должно из правильных побуждений. Не из того, что я Отец, и теперь вот в моей гордости ты должен меня слушаться, и я докажу, что ты будешь меня слушаться. Бог не встанет на нашу сторону. Будет Бог противиться нам и будет показывать через детей наши, что так не работает. И вот эту мысль хотел так подчеркнуть. Надо иметь полную зависимость от Бога, понимание, что от Бога зависит это. Вторую мысль, которую я хотел подчеркнуть из этого текста, она на удивление, что вот ангел Господень, он не говорит, поступайте так, поступайте так, поступайте так, или так, или иначе. Он отвечает, живите чисто. Вот как я сказал в начале, вот так и должно быть. Значит, один из первых принципов, чтобы было все хорошо, ангел Господень говорил тогда, я понимаю, что сегодня по-другому тоже не говорится, живите чисто, чтобы в вас не входила никакая нечистота, ни тайна, ни явно, Бог с небес все видит, Бог все с небес знает, и если кто-то даже тайно допускает какие-то нечистоты в жизни своей, они будут проявляться в детях, хотим мы ли этого, не хотим, они будут проявляться. И здесь вторая мысль, которую я хотел подчеркнуть, мы должны жить чисто, у нас должны быть чистые взаимоотношения друг с другом в семье. Если родители между собой плохо живут, ссорятся, то это катастрофа для детей. Мне приходилось уже беседовать с молодежью, с подростками, которые плакали и говорили, у нас ад в семье. У нас проблемы в семье, и мы не знаем, что делать. При первой возможности я уйду из дома. И начинаешь спрашивать, а родители верующие, оба члены церкви, но они мирно друг с другом не живут, они ссорятся, они скандалят, они кричат друг на друга. Как в такой ситуации рассуждать о том, что с ребенком делать? Тут надо рассуждать, что родителям делать. Ну, родители обычно очень тяжело доступные. Очень тяжело доступные, закрытые. Они не очень хотят, чтобы это выходило наружу, даже возмущены, если что-то где-то просочилось. Ну, а что толку? И иглу-то в мешке таить. Не все равно это выплывет. И Бог-то с небес все знает. Из-за этого вторая мысль из этого текста – живите чисто. Третья мысль, на которую я хотел обратить внимание, здесь написано, как нам поступать с младенцем всем. У нас в семьях в основном много детей. И здесь мысль, которую я хотел подчеркнуть, что с каждым надо поступать индивидуально. У нас не сработает шаблон. С первым получилось, со вторым получилось, с третьим также получится. Не получится. Каждый ребенок будет индивидуальный. И с каждым ребенком придется новые методы искать, новые принципы искать, по-новому подходить, чтобы что-то получилось. Ну, можно было бы сказать, Господи, ну а почему это так? Не могло ли быть так? Ну, в нашей семье, чтобы были все одинаковые. С первым, может, ошибся, со вторым не все до конца понял. А с третьим уже пойдет как по маслу, а четвертый, пятый, десятый, мы уже все знаем, все понимаем, и все знаем, как она пойдет, и будет ровно, чисто, гладко. Я думаю, что вот такое представление, она, ну, где-то, может, мы открыто об этом не говорим, но где-то какие-то мысли, нет-нет, проскальзывают в голове. Ну, а с другой стороны, представьте, если у нас все дети были бы одинаковые. Я думаю, что бы это ужасно было бы. Все на одно лицо, все с одним характером. Я думаю, что это было бы 12 детей, и все одинаковые, и я себе, вот если порассуждать, я думаю, что это катастрофа была бы. Мы бы, наверное, сами с ума сошли. А это хорошо, что они разные. Они немножко друг друга воспитывают, немножко показывают, что разные характеры есть. Это нас выразумляет, как родители, что не все люди одинаковые, со всеми надо по-разному поступать. И здесь вот эта зависимость, у нас она никогда не закончится. С каждым ребенком нам придется представать пред Богом и говорить, Господи, как поступать с ребенком с ним? Потому что это иди-видиму. С одним можно так, с другим можно так. Из-за этого часто хотят родители шаблоны получить, а их нету. Их нету, потому что каждый ребенок будет по-своему воспринимать одно или третье. Из-за этого в этом вопросе у нас не будет никогда такого опыта, которым мы бы сказать, вот так и будет работать. Каждый ребенок будет по-своему. И для каждого ребенка нам нужно будет подходить по-своему. И последнюю мысль, на которую я хотел обратить внимание, она записана в следующей главе, в третьем стихом. Следующая глава, 14-й, 3-й стих. «Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьмите мне, потому что она мне понравилась». Из этого текста я, может, две мысли возьму. Даже если родители жили чисто, даже если в воспитании не допускали никаких ошибок, что обычно не получается, ну, даже если так, то может прийти момент, когда ребенок придет в возраст, и он скажет, «Я вот так хочу». И мы, как родители, разведем руки, и мы не сможем ничто сделать, потому что пришел возраст, где ребенок будет определяться сам. И мы не сможем его связать, мы не сможем его привязать, мы не сможем ему запретить. Это станет все бесполезным и бессмысленным. Но важно, важно объявить все-таки позицию. Позицию родителей, как будет правильно. И объявить так, как здесь написано, и мать, и отец сказали так. Итак, ну, вот вчера на конференции на Братском брат Михаил зачитал стихотворение, может, он его сегодня тоже еще раз зачитает, о детях, о ребенке, который стоял в проблеме. Папа говорит «нет», а мама говорит «да». И вот в этом конфликте ребенок мучается, для него это страшная беда. Почему? Потому что он не может, не знает, куда ориентироваться. Он не знает, как правильно, вернее, он знает, как правильно, но выбирает неправильно не потому, что он, а потому, что он видит вот эту раздвоенность в родителей. Я думаю, что такой раздвоенности недопустимо в нашем воспитании. Она должна быть, чтобы отец и мать говорили одно. Говорили вот так. Принимали какое-то решение общим, чтобы кто-то не торопился, кто-то не опережал кого-то. Но чтобы вот так было в семьях. И мать, и отец говорят одно. Говорят по Писанию, говорят правильно, чтобы родить, извиняюсь, дети имели правильное направление. Да, они будут противиться, но в их подсознании заложен фундамент, как правильно. И если они будут делать неправильно, они каждый раз будут идти на конфликт с совестью своей. Почему? Потому что они будут понимать, чтобы вот так было правильно, родители так говорили, а я поступаю неверно. И они будут мучиться, они никогда не будут своими в мире. Почему? Потому что они знают, как правильно. А если между родителями раздвоенность, то вот этого угрызения совести не будет в той размере, ни в той силе, если говорили одно и то же. Итак, я подведу итог, и мы сейчас помолимся. Дорогие друзья, Бог подарил нам детей, и Он желает, чтобы мы их воспитывали в зависимости перед Ним. Потому что вот правильно воспитать по-человечески мы не сможем. Но в зависимости от Бога, от того, как мы будем предстоять при Богом, Бог нам даст милость, поступать верно. Вторую мысль, на которую я обращал внимание, нам надо жить чисто самим. Не допускать никакой нечистоты в жизни нашей. Третье. Каждый младенец или каждый ребенок – это индивидуум. И с каждым надо искать новые подходы, новые элементы. И четвертое. Чтобы в наших семьях между мужем и женой было единство. В едином понимании, в духе Писания, объявлять позиции Божьих в семьях наших, чтобы, и если даже что-то будет не так, чтобы дети наши имели правильное представление о Боге, правильное представление о пути Божьем, это будет их оберегать и поможет им войти в Царство Небесное. Аминь. Продолжение следует...